Более трех часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать крупный пожар на улице 17-я линия. За это время сгорело три дома. Все, что смогли сделать спасатели, не допустить распространения огня на частный сектор. 15 человек остались без жилья. Причина ЧП и его масштаб в материале Антона Парахина. Тут была спальня, ванная комната. Николай показывает то, что осталось от дома, в котором его семья прожила 6 лет. Огонь уничтожил мебель, технику. Сгорели почти все вещи. Устояли только стены, но жилье уже не восстановить. Был на работе, позвонила жена, сказала, что дом горит. Сами видите теперь все, что произошло. Квартира Айгуль пострадала меньше. Обгорела лишь крыша, но оставаться в доме опасно. Возможно обрушение. И женщине вместе с двумя детьми пришлось переехать к родственникам. Сидела, телевизор смотрела в окно, увидела, что вот этот дом загорелся. В спламе идет от него. Он как бы не ожидал, что за это. Ребенок прибежал с улицы. Пожар, пожар. Тут махом за несколько секунд все это произошло. Пожар начался накануне около восьми вечера. Загорелся старый дом. Там уже давно никто не жил. Только изредка ночевали бездомные. Возможно, именно из-за них и произошло возгорание. Но это еще предстоит доказать следователям. Буквально за несколько минут огонь перекинулся на два частных дома. Каждый на две квартиры. Следом загорелись хозяйственные постройки. Пламя и дым были видны за несколько километров от места происшествия. Сильный ветер только раздувал пламя. У одной из пострадавших ожоги верхних дыхательных путей. Женщина до последнего выносила вещи из горящего дома. Сейчас она в реанимации. Госпитализировали также и мужчину. Он получил ожоги первой степени. Вот этот дом, крыша полыхала уже все. Как специально получилось так, как бы я не первый раз видел пожары. Как было облито или бензином, или чем. Потому что сразу моментом снизу, доверху. И вот это вот сарай здесь, вот бедровая. С трессорубероидом было. И ветер в эту сторону был. А у меня в огороде колодец, насос там в колодце. Я выключил насос. Давай воду поливать эти заборы. Вот это вот место, потому что трава. Но мы с соседом затушили. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что горит, открытым огнем горит 30 частных дома. То есть на тушение пожара было привлечено 13 единиц техники и 54 человека личного состава. То есть в настоящее время по факту пожара проводится проверка с целью установления причины пожара и виновных лиц. В результате пожара 15 человек остались без жилья. От гостиницы, в которую им предложили на время переехать чиновники, люди отказались. Пока живут у родственников. В Омской области погорельцы могут рассчитывать лишь на 25 тысяч рублей от государства. Это максимальная сумма материальной помощи. Правда, даже чтобы получить эти деньги, нужно еще доказать, что пострадавший оказался в трудной жизненной ситуации. Для этого проводится специальное комиссионное обследование. Но и без него понятно, что на эти деньги новые дома не построить. Антон Парахин, Елизавета Василевич и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.